I have ways of blowing things off. Красные испытания можно пройти только один раз, к белым испытаниям можно вернуться, повысив соответствующий навык. Играя в эту игру уже столько часов, столько серий, я только сейчас заметил, что существуют красные и белые испытания, но имеется в виду... Ладно, давайте продолжать осмотр тела, как раз мы с вами остановились. Мы успели в прошлый раз посмотреть только ботинки. Теперь мы можем посмотреть внимательнее, например, ремень. На котором он висит, что ли? Петля туго затянута под весом, висящем на ремне тела. Тяжелый полиэстер, врезается твердой кромкой в шею. Выше продетой в скользящую пряжку ремень крепится к ветке. Желтый, кстати. Ну да, погрузочный. Ну не погрузочный, для закрепления. Опять, кстати, дождь идет. Хорошо, что мы купили этот дождевик. Это армированный сталью ремень для швартовки грузов. Старший брат обычного грузового ремня. Такими привязывают грузы под шестивинтовыми воздушными судами. Дирижабли. Это такая маленькая прикольная деталька. То есть у нас есть мото-кареты, у нас есть корабли и у нас есть дирижабли. Это прикольно. Минуточку, может... Нет, ну этот порт... Я всегда думал, что это порт типа для кораблей. Может это, прикиньте, порт для дирижаблей? Не спрашиваю, откуда я знаю, но этот ремень для швартовки грузов на воздушных судах. Для воздушных перевозок? Я думал, такие используют для крепления на грузовиках. Судя по всему, это армированная версия для авиаперевозок. Об этом говорит мой мозг. Я даже не... Ну... Нет, я думаю, вот это. Он кивает. В местном грузовом порту для транспортировки контейнеров используются шестивинтовые воздушные суда. Такое чувство, что они схватили первое, что подвернулось под руку и даже не позаботились о собственном алиби. Так а толку им заботиться о собственном алиби, если они пошли и сразу сознались? Ну, пошли. Мы к ним пошли, и они нам сразу сознались. Ну, хорошо. Они... Ты имеешь в виду парни Харди? Они хотели, чтобы он остался на дереве. Канат армирован стальными волокнами. Вот так вот. Этого я и боялся. Он поднимается, чтобы изучить петлю. Тонкие стальные волокна, параллельные нити. Спустить его оттуда будет немного проблематичнее, чем я полагал. Подтянуть за ботинок и оторвать голову. А, и теперь версия из предыдущей серии мне не кажется такой абсурдной. Хорошо. Парни Харди в смысле, да? Он говорит, пока что их признательные показания подтверждаются. Как они его вообще туда подняли? Петля для виселицы такая штука, которую проще затягивать с одной стороны. Он указывает на пряжку, которая удерживает ремень на ветке. Они что, забрались вверх по детской лесенке? Очко навыков, привет. Эта лестница не выдержит вес взрослого человека. И никаких щепок я поблизости тоже не видел. А вы? Думаю, они закинули петлю на ветку, а потом потянули ремень, чтобы пряжка закрылась. Он делает жест, будто тянет ремень. Логично, кстати, да. Так, скорее всего, и произошло. Вам, возможно, форма ветки говорит в поддержку этой теории. Да, согласен. Хорошо, давай еще посмотрим. Так, уровень, 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 уровень подошел. И уровень мы с вами закинем вот сюда в размышления. Я хочу их все открыть, как я вам уже говорил. Это довольно интересно. Так, у нас есть самообладание. И у нас есть... У нас есть два, по сути. Самообладание и логика. Я бы, наверное, самообладание взял. Национальная гордость за Ревашоль. Давайте усвоим. Вот эти три я тоже открою. Я понимаю, что я на это трачу очень много очков опыта. Но мне кажется, что в будущем это очень сильно пригодится. У нас будет много мыслей, которые будут нам, во-первых, давать очки навыков нужные. Во-вторых, мы сможем их потом удалять или не удалять. Посмотрим. Сколько уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уровни сюда потратил. И, по-моему, один уровень я вкачал в... То ли в моторику, то ли куда-то. Чтобы у меня немножечко жизни поприбавилось. Или два. Блин, надо посмотреть, какой я уровень сейчас. Вот, смотрите, есть бонусы от мыслей. Трепет, плюс три. Самообладание, минус один. Бонусы от предметов, плюс один. Моторика, основа четыре. Переваш... А, погодите, оно пока не сформируется, оно будет давать мне минус? А-а-а... Вот это, кстати, интересно. Я... Блин. Получается, 10 сентимов за каждую проверенную зеленую сферу. Я бы смотрел, что за зеленые сферы. Надо будет еще раз перечитать всю эту тему. Так. Минус один эмпатия. Ультралиберальные варианты в диалогах дают один реал. Минус один эмпатия. Считает себя дельцом или что-то вроде. Они дают и бафы, и дебафы. В общем, нужно углубиться немножечко. Я, наверное, между сериями за кадром посижу. Просто почитаю, что они дают. И стоит ли нам восприятие. Лимит улучшения повышается до пяти. Спиды дают плюс один пси. Но спидами мы не пользуемся. Так. Моторика, лимит всех. Отдаление камеры плюс 20%. Да, это мы с вами испытали. За каждую зеленую сферу. Я не знаю, что это такое. Так, так, так. В общем, пока они не сформировались, они дают дебаф. Когда они сформируются, они могут давать разные положительные или отрицательные эффекты. И нужно... Хорошо. Все. Нужно просто быть внимательней. Вообще, в этой игре очень часто прихожу к такому выводу, что я где-то поспешил, и потом мне приходится из этого страдать, и нужно быть изначально внимательней. Хорошо. Татуировки давайте глянем. Затейливое переплетение синих линий растянулось по всей груди, от правого плеча до солнечного сплетения. На каждом пересечении маленькая белая звездочка. Этих тускнеющих звезд целые сотни, и плотнее всего они расположены в области сердца. Вот карта ночного неба. Схема микроэлектронной системы. Национальный узор, возможно? Никогда не видел таких раньше. Мне больше напоминает эллиминирование религиозных рукописей прошлого или позапрошлого века. Жизнь была тяжелой, а люди чаще обращались к поклонению света. Чего только какому? Не вижу ничего похожего на человеческую фигуру. Мы что-то упускаем. Согласен. Воздух наполняет внезапный пронзительный звук. Это лейтенант расстегивает молнию на своей куртке. К чему бы? У него на поясе широкий кожаный ремень, а подмышкой кобура. Ну, понятно, что у него есть пистолет. Он достает из кармана куртки тонкий рифленый брусок алюминия и раскрывает его со звуком, вынимая из ножен меча. А, со звуком вынимая из ножен меча. Что сегодня с моей дикцией, не знаю. Появляется небольшая линза. Это что-то вроде камеры. Не мешаем. Кона, что за фигня? Цветная камера для мгновенной фотографии. Он достает две ампулы с металлическими крышками и защелкивает их в отсеке на боку аппарата. Светится тонкая щелочка. У меня всего две ампулы, так что не двигайтесь. Не хочу потратить их впустую. Пристально глядя в камеру, он направляет ее на труп. Линзе нужно подстроиться, а затем... Раздается визгливый звук, срабатывающий вспышки. Лопается маленькая стеклянная ампула. Ты видишь, как цветные ручейки текут на толстый лоснящийся листок бумаги, выползающий из камеры. На листке полноцветное изображение, покрытое в груди татуировками погибшего. На всякий случай, поясняет лейтенант, и трясет лоток, просушивая его на холодном ветру. Зачем нам? Ну, нет, такая тех... Нам понадобится такая фотка, это я не спорю. Крутая техника. Да, он складывает и убирает камеру. Довольно-таки крутая. Осталась всего одна ампула. Использую ее с умом. Зачем нам может понадобиться эта фотография? Татуировки. Ну, можно будет поспрашивать. Кстати, да, он же сказал, что можно будет еще подойти к его кинеме и... Что-то узнать из участка насчет номера ботинка или что-то такое. Надо будет тоже запомнить это. Она отражает суть личности этого человека. Погибший был сторонником физического насилия. Через свое тело он пытался рассказать очень важную для нас, для него историю. Это не письмо нам. А, это его письмо нам. Осталось только найти того, кто сможет его расшифровать. Ну, попробуем. Конечно, только не потеряйте. Протягивайте скрученный фрагмент фотопумаги, не крупнее пачки сигарет. Тело жертвы. Готово. Проведите подтвердительный осмотр различных частей. Спросите Куна, пацан, который кидает камни, что он об этом знает. Он мне ничего не скажет. Так, ладно. Воспользуйтесь рацией Кима, чтобы получить информацию, да, по серийному этому. И поспрашивайте о том, что могут значить татуировки. Поспрашивайте. Поспрашивайте. Хорошо. Дальше. Мертвец глядит сквозь тебя, стеклянешими глазами. Его рот безмолвен, а кожа разноцветная, как химическая радуга на фотопумаге. Он распростер объятия паразитирующим организмом. Там остались глаза за неделю, что я сомневаюсь. Его молочно-белые слепые к окружающему глаза комично выпирают из глазниц. Никого нет дома. Одни лишь подводные ужасы. Равные шансы. Я думаю, вот эта вот белая кромочка по бокам, это и есть типа белые задания. Ну, белые проверки, не реакции, проверки навыка. Его голова покрыта темно-русыми волосами, лицо вот-вот взорвется от происходящих в этой голове органических процессов. Смертельная хмылка пропала и осталась лишь неузнаваемая масса, в которой сложно различить прежние черты лица. Ну, давайте рискнем. Получил 43%, меньше половины, между прочим. Повешенный. Меня здесь нет. А где ты? Путешествую по серому ничто. Где это? В прошлом. Далеко-далеко на западе. Я вижу, что тебя уже нет. Но кто ты? Я лишь шутка. Посмотри на меня. У тебя нет ничего смешного. В шутках тоже нет ничего смешного. А кем ты был при жизни? Убийцей. Ублюдками-убийцей. У меня к тебе другой вопрос. Срашивай, Коба. Что происходит? В каком смысле? Я с тобой разговариваю. Это сила твоего... Черная пенистая жидкость начинает пузыриться у него на губах. Воображение. Вперед. Задай мне еще вопрос. Как же ты любишь вопросы? Почему я действительно люблю вопросы? Потому что ты копперуни. Ты только посмотри, как они сыплятся из тебя. Ладно. Ну что, еще вопросы? Да, давай. Выдай мне гомерически смешное количество вопросов. Да, давай еще вопросы. Ну, держи, идиоты кусок. Меня зовут Руни? Что за бред? Никакой ты не Руни. Но мне действительно кажется, что я Руни. А я не знаю. Нет, ты точно не Руни. Между нами, говоря, тебя, скорее всего, зовут Гарри. Почему мне кажется, что я забыл что-то ужасное? Потому что так и есть. Ты противный, скучный и вонючий. Никого не напоминает? Подколочки от мертвого. Ну, да, да. Ребенка, рожденного синдромом Малера. Орлекинизмом и чудесным образом выросшего. Чудовище из глубин. Чудовище из глубин. Не совсем, но близко. Младенца? Выкрутился? Урод. Довольно. Ты можешь в любой момент вернуться, чтобы снова взглянуть на мое лицо. Посмеяться над моей гримасой Орлекиной. Задать свои вопросы. Освежить память. Поиграть в ассоциации. Вспомнить о собственной смертности. Кополопо. Я не знаю, что это. Перещуриться и отойти назад. То есть я могу смотреть ему в глаза. И... А, нет, не могу прикинуть. Я думал, что можно вернуться, но нет. Хорошо, отойти назад. Посмотрим на картину целиком. Ты щуришься, и чудовище перед тобой расплывается жуткими зелено-розовыми пятнами. В этом весь фокус. Ты так уже делал. Розовое – это места, в которых кровь скопилась в первые часы после смерти. Таким образом можно понять, делал ли с трупом что-нибудь после смерти. Соответствует ли его положение в момент смерти окраски пятен. Рассмотреть. Розовое с синими отметинами, проступившее только на бедрах и верхней части тела. На его разбухших руках и на шее сразу над петлей. Остальное тело в холодном повешенном воздухе кажется темно-зеленым. Вижу. Он поправляет очки. Шея тоже. Крупные пятна начинаются сразу от подбородка. Мы имеем дело с явным, хорошо выраженным изменением цвета кожи. Расслабить глаза. Твой взгляд снова фокусируется на чудовище. Взрыв цвета и с опечеренной темной сеткой вен. В его животе словно зреет какой-то плод. Черная жидкость струится по бедрам и ботинкам. Продолжить. Ну что думаете? Я думаю, что он труп. Скажите мне, что это не так. Ладно. Его били. Видишь эти синяки? Думаю, после смерти он пребывал в вертикальном положении. Кожа на руках, ногах, шея потеряла цвет. Грядит осознан. Ну-ка. То есть уже почти. Давай посмотрим. Согласен. Он указывает на ремень, особенно на шее. Ремень сработал как жгут, предотвращая отток крови от головы. Гипостаз говорит в пользу повешения. Как по мне, похоже на самосуд. Кажется, все, что мы здесь пока увидели, подтверждает это предположение. Однако нам все равно нужно снять тело с дерева, прежде чем поговорить о причине смерти. Так. Его били. Видишь синяки? Вижу. Большинство из них посмертные. Может даже все. Эти правонарушители усложнили нам работу, пока развлекались. Кстати, да. Слышь, узкоглазый. Хорош загадки тут загадывать. Он говорит, что ты хорошо его разделал. Куна, кричит девчонка. По жесткому. Ну, я думаю, что он труп. Согласен. Его личность больше не является частью этого мира. Точно. Труп. Структура мира больше не содержит его личности. Когда-то содержала, но 7 дней назад перестала. Нет, эту мысль лучше не высказывать. Она слишком громоздкая. Именно так. Этого пройду хуже не вернуть. Труп, 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 туп, туп, туп. Труп, труп, туп, туп. Я думаю, вот так вот. Он кивает, соглашаясь с глубиной концептуализации. И после некоторых раздумий добавляет. Да, как-то так. Из него что-то течет. Вот это неинтересно. Лужица крови и фекалии. Проела себе путь сквозь замерзшую грязь под ногами мертвеца. Сверху на нее капля за каплей сочится вязкая жижа. Похоже, на момент смерти в желудке жертвы было не больше полукилограмма переваренной пищи. Что за фигню он не ссет? Уроды, труд за говно. Вот это нам повезло. Да, черт возьми, я. А, вот этот вариант ответа нет. Я его не буду выбирать. Может, он в туалет сходил перед смертью? Может. Ему не очень-то хочется раздражаться на эту тему. Хорошо, отойти подальше. Вот только дышать здесь нечем. Труп заполняет собой в воздухе твои ноздри. Он медленно вращается перед тобой, разлагаясь. Ну, как будем снимать-то? Он задумался, а затем сверился со своими записями. Вы уверены, что подготовка к осмотру завершена? Когда мы его снимем, может оказаться, что мы что-нибудь упустили. Мы тщательно подготовились. Сначала отойти, посмотреть еще раз. Ну-ка, давай так. Мертвец, я хочу у тебя кое-что спросить. Ну, разумеется, у тебя ведь... Нет, ладно, мы уже у него... Да, подготовка завершена. Давай снимаем его. Армированный стальными волокнами ремень представляет серьезное затруднение. Я принес болторез, но не пойму, с какой стороны с ним лучше подойти. Он на самом деле не думает, что затруднение такое уж серьезное. Просто это затруднение врустрирует и раздражает сильнее, чем он ожидал. Новое здание, снимите труп. А, да. Труп висит на высоте добрых полутора метров. Ну, 1.2 метра, ладно. Ремень без посторонней помощи ни вам, ни мне не достать. И даже если и достанем, остается еще вопрос, как разрезать прочный материал, созданный для применения в воздушных перевозках. Ну, я не знаю, если болтореза может с другой стороны реально как достать. Этим может еще кто-нибудь заняться. Мы можем отпилить ветку, кстати, да. Может, у нас получится отстрелить. Может еще кто-то этим заняться. Кто-то еще делает паузу. Кто-то вроде... Полиции, например. Что он там говорил про экспертов морга? К тому же, разве ботинки не их задача? Почему бы не попросить их? Именно, звони в полицию. Ты прав. Нет, ну он прав. Да, к сожалению, все в РГМ трудятся, не покладая руку. Всех такая же работа. И что же, разве мы не спешим оказать им помощь? Нет, пока не разберемся с этим, они... Он прикрывает нос рукой. Да. Я понимаю, это нелегко, но поверьте, на помощь нам никто не придет. А у нас тут с углубляющейся санитарно-гигиеническая проблема. Нам нужно снять его побыстрее. Давай ветку отпилим. Забраться вверх и отпилить ветку? Да, выглядит опасно. Почему? Отстрелить? Вряд ли. Да, подросток демонстрирует совершенно необузданный энтузиазм. Пэщ, пэщ, мусора стрелять башко. Лейтенант остается равнодушным. Как? Там, где пряжка удерживает канат на ветке, цель студа. Вот так вот, я думаю. Где он поправляет очки? А, да, вижу. Если упасть прямо туда, возможно, ремень размотается. Вот это я понимаю. И устроить для куна развлекалого промажут. Мусора облажаются. Куна. Ну, что плохого может случиться? Например, пуля трикошетит. Вот что плохого может случиться. Так-то я не особо сторонник стрельбы. А вообще не надо. И так понятно, что идея далеко не лучше. Пусть сам решит. Тишина. Широко расставив локти, лейтенант расстегивает куртку. И достает легкий пистолет. Он отправляет бумажный покой в ствол. Вынимает палочку для прочистки. И пять раз простукивает по патрону. Ну, я надеюсь, что если это его решение... Он же умный человек. Он же не дебил, как я, правильно? Размещает в стволе. Это Кель А9-90. Миротворец. Дульнозарядное оружие массового производства. Элегантный, экономный. Один из самых распространенных огнестрелов в мире. Ну-ка, продолжим. Затем он отступает и встает в стойку фалостеса. Прицеливается. Уголок глаза дергается. Палец лежит на спускном крючке. Осторожно. Прома... Голос подростка утопает в пронзительном грохоте, который эхом отражается от стен близлежащих домов. Облачко дыма медленно растворяется в воздухе, когда лейтенант делает шаг назад и бормочет под нос. Черт побери. В этом выстреле многое было не так. Не стоило выбирать стойку фалостеса. Локти задрал слишком высоко, но прежде всего его подвело зрение. Дебил кусок! Кона бы легко попал. Кона вам не инвалид какой-нибудь. Все в порядке, приятель? Реально, все нормально. Кона тоже очень жаль. Кона жалеет. Очкарика. лейтенант ничего не говорит только смотрит на пистолет в руке что теперь должен сказать мне начинает казаться что мы вряд ли сможем снять его без посторонней помощи может попросить кого-нибудь в порту реально я очень надеялся что до этого не дойдет профсоюз выступает в качестве подозреваемых в нашем деле так что это может быть небезопасно я бы предпочел какой-нибудь другой вариант помогая нам эти люди могут преследовать свои интересы да погоди давай еще подумаем у меня больше нет идеи давай еще раз на него посмотрим да еще раз по моему как его снять оттуда может я попробую ситуации так плачевные парами за оружие как шпана он ненадолго умолкает затем пожимает плечами начинает заряжать свой пистолет стреляйте не буду вас останавливать главный пистолет не потерять и он протягивает тебе блестящее оружие у них всего один ствол она в жизни видел более жалкой парочки мусоров я пожалею об этом да да давай возьми его возьми выстрели себе в пасть давай взвесим сначала в руке холодный выполнены из бакелита и орудийного материала пистолет орудийного металла пистолет кажется на удивление легким твой палец тянется сквозь пусковую скобу и инстинктивно ложится на крючок кона какого бега то ждешь скажи ему пусть выстрелит себя в пасть набрать пистолетный ремень и сосредотачиваешь взгляд на пряжке твои ноги прочно стоят на земле а левая рука придерживая правую в которой держит пистолет пожалуйста попади с такой координации фиге куда во что попаду погодите я это не смогу прокачать пока не выйду из диалога так сначала закрыть левый глаз пистолет на кулу так поле обзора сужается ветка медленно покачивается становится полностью двумерный труп неспешно вращается и металлическая пряжка поблескивает отражая полуденный свет медленное покачивание ветки на ветру и твои плечи задающие направление выстрела синхронизируются в гипнотическом танце скажите что это повысило мои шансы до 43 на 58 красиво давай мне кажется иногда здесь шансы работают наоборот 43 процентами я попадаю ну забираю себе удачу от 58 нет и стала поднимается струйка дыма рука онемела от отдачи в ушах все еще звенит и опускаешь пистолет чтобы посмотреть что произошло ничего не произошло блин времени времени ты не попал зато попал точнее хинька в грудь повешенному из-под кожи выступает фрагменты ребер крови не только мутная слизь стекающая по животу от внезапной вони слезятся глаза божечки даже сейчас заплачет так и знал а вот ведь скажи что хочешь выстрелить еще раз в следующий раз точно получится это просто чертов свет отразился от какого-то окна и попал тебе в глаза достаточно я больше не хочу это скучно что-то не так из него невозможно нет я думаю что достаточно согласен достоинства полицейской работы сильно переоценены она утомительная тяжело однако снять тело с дерева по-прежнему наша работа он забирает у тебя пистолет прячет его в кобуру пистолет не виноват что ты стрелять не умеешь легавый просто тебя руки жопа растут у легавых вообще нет руку ниже типа лапой сейчас вот у куна есть руки он демонстрирует свои детские покрасневшие от холода пальцы куна может отстрелить этого этого жмурико не дам я тебе пистолет идешь ты в задницу лейтенант нам придется доверить куна ваш нет ни в коем случае возмутительный бред никакого выстрела ты пацан не получишь вот вот это сделал кона легавый злится потому что облажался и расхерачил тороп нам все еще нужно каким-то образом снять его оттуда теперь в его голосе чувствуется усталость вонь заставляет его отвернуться отопленным каким у меня остался только плохой способ которым я не хотел прибегать он вздыхает придется попросить кого-нибудь в порту помочь нам у них есть люди инструменты раз уж они смогли привести повесить его здесь могут и снять как мы попадем в порт через ворота говорим или грубой силой лично я больше склоняюсь грубой силе он осматривается по сторонам или можем попробовать найти какой-нибудь секретный проход что маловероятно конечно к воротам на переговоры развед не опасно просить подозреваемых помочь с трупом просить эврара клэра об одолжении о да это очень опасно именно поэтому я бы предпочел чтобы мы справились своими силами но мы очевидно не можем тварь я вас по посту постреляй когда-нибудь почему нельзя становиться должником эврара клэра это опасный коррумпированный человек нельзя предугадать что он захочет в обмен на услугу даже не думайте стать чем это тогда за дело так ладно у нас современная расовая теория подошла и возможно мы сейчас можем договориться со здоровяком чтобы у нас пропустил один конкур концептуализации все спокойно в центре расовой бури твой разум про прозрачен и чист сбивающийся с толку филогенетика ого кажется все более далекой и будем честны довольно смехотворный великого расовая загадка разгадана осталось только сформулировать свои мысли ступай и поговорить с головомером новообретенном откровении до принимаем и пальцы пистолета вот это должно быть что-то интересное мысль завершена давай посмотрим щелк щелк детка оказывается что пистолет ты применяется в основном не для защиты а для нападения на людей если же ты хочешь защитить людей действительно работать для них то вооружись верой верной парой 9 миллиметровых милье и собственные из собственных пальцев кому вообще нужно настоящее оружие вот это диалог который у тебя только что был он прошел бы куда лучше пригрозит и собеседнику своими малышками примечание дети миллиметровые пистолеты на из пальцев не считаются настоящим оружием перестрелки это важное примечание хорошо плюс 1 к скорость реакции всегда предохранитель всегда снят если в руке ничего нет внушение плюс один если в руке ничего нет взаимодействовать с фотографией точно у нас сейчас в руках права рука да у нас в руках сейчас ничего нет это круто хорошо в 5 я думаю что я попробую через головомера пройти ну-ка куну чет мне можешь сказать вот выписано кота алкоголя на сделает друзьями зацени какую лютую дичь я нашел я добыл тебе точилу куну так давай пироли дончика тебе кинем прекратите оставляет он тебя никто ничего заценивать не будет уберите это грызаться и внимание куна на куна такое дерьмо нравится на сейчас слабовато как-то скрещивает он руки ну на тебе алкоголь не подходи куна он тебя воняет бомжатским дерьмом он пятится назад же минус куна не бомж к этому дерьмо не притронется что а то что ты блин ножку на лет 80 приносишь бомжатское пойло чтобы куна распсиховался те не нравится алкоголь только потому что ты с этой дрянью торчишь еще не знаешь что куна должен упорваться этой прокисшие показывает он на бутылку смесью говна и мочи ты хочешь 12-летнего посадить на это говно он смотрит на тебя как будто поверить не может твою порочность с оптимизмом порочный лейтенант за последние 10 лет потребления алкоголя в среде подростков до 16 действительно сократилась ну то есть он наркоман но не алкоголик стоит ли мне вот это делать я все равно там все уже обшарил на держи стремительное движение лейтенант перехватывает твою руку не давая раскрыть ладонь вы с ума сошли баджи мудила качать голову на этой чертовой кроты извечно все портят пойдем в порт нас 1325 между прочим как бы мне туда на крышу то попасть я хочу туда на крышу попасть а кстати фишка еще вот в чем у меня же пока в руки нету пакет не то шапка где пакет стойте заводи кружка инструменты пакет это инструмент понятно пиролидон тоже инструмент мы еще в журнале нашим не до конца покопались ну ладно давай пакетик оденем и с помощью пакетика мы теперь сможем утонуть давайте зайдем посмотрим что с нашей девчушкой которая там училась ты как тут живая еще не все нормально у тебя взрослый мастер мастер детектив вероятно а приветливого бойца на пришли купить еще книги да видимо с ней все в порядке и ладно не буду и надоедать хорошо что мы все-таки затащили внутрь что она теперь не мог нет под дождем на снегу и рекламируя все это так по бэренькому давайте глянем я думаю что я бутылки то все же пособирал мы просто пробежимся посмотрим не интересная фишка они спавнятся или нет если они не спавнятся то это будет печально в так стоп 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 что тут она это не надо быть пройти ладно все пойдем мы в эту сторону еще зайдем значит пакетик убираем потому что у нас бонус на пустые руки так что давайте так пока побегаем пойдем в порт попробуем с головомером поговорить мы все-таки сформулировали сформулировали идею о расах я думаю у меня сейчас будет какой-нибудь аргумент в пользу моей правоты мне хотелось бы а кстати да а вау-ау-ау стоп и сюда техника снег покрывает бело-синюю полицейскую раскраску мотокареты оттенки белого уже почти сливается вместе почему об этом думаю сделать что-то важное что то что относится к убийству тебя всегда найдутся важные занятия разве теперь тебе нельзя потратить несколько минут чтобы полюбоваться этой выдающейся машиной это куприки нема следующая модель в линейке купри мото корпс после их крайне популярные рабочие лошадки купри 40 она стала ответом на гоночную серию февре марки лам узнаем про мотокареты установлены сзади 12 и цилиндровый дизельный все-таки это 12 цилиндровой то есть фигасе в нет стоп в 8 нет в 12 12 цилиндров значит в 12 фига себе по 6 в каждой стороне это огромный движок 12 цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением придает тягу на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач к ним и разгоняется до 100 километров в час за 13 полный секунд и способна развить скорость до 180 километров в час офигеть для такого высокого центра тяжести это огромнейшая скорость полицейская мотокарета хоть но она быстрая вот она не опрокинется на резком повороте высокий центр тяжести уравновешен большой кому аккумуляторной батареи под нищем кабины которая питает все дополнительные системы и фактически делает кинема мобильной электростанции так у тебя понятно обратить внимание на самому мотокарету даже неподвижная купли кинема выглядит обтекаемой и динамичный наклоненная вперед кабина придает мотокарете больше более агрессивный сгорбленный вид выглядит она реально суперски просто кто-то недавно я хорошенько натер это машина настоящий демон скорости и очень круто мне не нравится мне нравится твоя машина лейтенант она выглядит непрактичный демон скорости тебя заметно улыбается хотите рассмотреть поближе он явно гордится своей своей машиной он занял на не заботиться хоть это не его личная машина но это его рабочие машины он ее обожает славная машина а что-то внутри по на двигатель 130 я так понимаю тут 7 литровый в 12 это серьезный шаг вперед по сравнению с двигателем к r18 g который старый купри 40 значит это потери подвороток 7 литровые 12 ты видим модель новее чем да вы в этом разбираетесь уделены спрашивает лейтенант да так по верхам литой чугунный корпус впрыскивание верхнюю камеру верхний распределение распредвалы с приводом на двух цепях два клапана на цилиндр два клапана на цилиндр но это это прикольно это даже для нас ну то есть относительно современной технологии смотрите еще лет 30 назад строили по одному клапану на цилиндр если чё гидравлическая регулировка зазоров да все верно он уже очень удивленно глядит на тебя здорово впечатлен что вы все это знаете славная машина до лейтенант пробегает взглядом по контурам мотокареты в его голосе слышится нежность замечательная машина она милая все такое но почему так скромно надо добавить крутизны и огня чтобы все упали нет 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 не надо она она хороша сама по себе гелевые фары значительно повысили бы дальности качество обзоров темное время суток тебе нужно сделать так чтобы все упали ты не думал от что поставить гелевые фары на самом деле у меня дома как раз есть комплект просто никакие они как руки не доходит поставить сначала надо приложить проводку для пускателей ну да согласен дело может не может быть по поставим их вместе вот так я хочу я хочу стать с ним друзьями то есть я буду пытаться стать не под подружиться с ним стать его другом вы хотите помочь смотрит на вас улыбается спасибо за предложение думаю будет весело но только сначала дело хорошо идея ему понравилась ладно идем нам нужно поговорить насчет номера постучить по датчику предварительного нагрева топлива ты стучишь по индикатору и стрелка вздрагивает словно от испуга она в большем в большом оранжевом секторе это свидетельствует о том что мотор прогрет рядом с индикатором есть красный переключатель нагрев ну ну хватит развлекаться с выбирающимися фарами я понимаю что это все завораживает но детали хрупкие больше вас не больше не буду их для вас включать так рацию вытащить ящик взять рацию 57 человек слушает приветствуйте оператор приветствуйте оператор через шум помеха чем помочь это огнеходец соединение с сорок первым сильви можешь пробить не серийный номер бронированных ботинок конечно офицер какой номер и модель ботинок если знаете вот пожалуйста поняла я немедленно сажусь за архивы мпс перезвоните завтра надеюсь на во времени нам накапает что-нибудь полезное нет сомневаюсь что мне перезвонят раньше завтра что-нибудь еще нет нет все пойдем то есть это по идее нужно было по-хорошему сделать вчера а теперь у нас то затянется еще на один день да ну мой тупняк перезвоните алисе на следующий день снимите труп из дерева найдите способ попасть в порт и попросите еврара клэра то есть еврара клэра нам придется просить в любом случае черт бы его за ногу ладно пойдем головомеру я так понимаю поговорим с ним про расовые теории давайте пятнон пока что ну-ка чувак не падающий не падающий надежда расовый ученик возвращается расовый ученик не падающий надежд уродом с товарищем докер показать ему так нет это точно нет разве не так 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 грубая сила эти 8 процентов 8 было три погодите почему-то не с парнями харти я не первая линия обороны а последняя он обращать свой взор стороны берега к тому же так называемые парни харди жалкая кучка женоподобных бодибилдеров их компания деградирует в их компании деградирует духа чувак тоже их опустил 1 наигранное что-то в его тони как непривычно он редко сам не свой но уже все ходили ходе и входите в профсоюз тут что-то больше это что-то имеешь против них хорошо недавно они попали под влияние бродячей торговки наркотик все сошлось да во первых она вот так тогда мы разговаривали и мы поняли что вот эта девушка у них главное а харди теперь типа второе место а теперь видите влияние под брони бродячей торговки наркотиками возможно сексуальные извращенки это прискорбно про кого ты говоришь разбирайся сам морфа эндоморфный пузырь любопытно делать все заметку лейтенант и еще как любопытно это было очень важное замечание сейчас что значит вы татуировки расисты как правило не до не бывают достойными представителями своей расы указывает он жестом на водителя грузовиков грузовика на улице ты слышишь как он кричит добро пожаловать ревошоль рыжеволосые женщины что шла во фрите рыжеволосые женщины что шла во фрите должно быть он думает что все рыжеволосые мигранты я не такой как они я краниометрическое совершенство и поэтому я нанес несмываемая фринологическую сетку на череп и лицо чтобы развеять любые сомнения рисунки точные и кажется верны с точки зрения этой псевдонауки но есть одна вещь его черты не до конца свободны от недостатков филогенистические в филогенистическом деле например большая челюсть может указывать на склонность к преступлениям и мочки уши могли бы быть поменьше давай про челюсть от этого признака и девочки текут и просят побольше спасибо крошка татуировки на его лице на мгновение складывать улыбку но я сам справлюсь ну-ка еще раз про татуировки давай может быть про вот это мочки размер мочки уха не считается кронометрическим критериям об этом всем известно и мочки безупречный жанлюк о его жанлюк зовут фиркаси хорошо ты права да ты прав это кронометрическое совершенство это раз и нет ни единого же у моей раз и нет ни единого шанса промолчать погодите 17 погодите почему у меня растут шансы на грубую силу ты служишь профсоюзу верно разве они не белые вульгарное понимание белый или нет не имеет большего значения большого значения расовая загадка куда глубже всего этого он поворачивается в сторону порта разговариваю разговор с тобой ему заметно наскучил да но ты все равно служишь им как-то вписывается в твою жизнь господин клэр человек больших планов и средств у него хватает более притворяя противостоять поликультурному капиталу это то чего так и не смогли использовать не смогли исполненные наивности коммунисты твоей расы кроме того в служении есть благородство это требует дисциплины твой нахальный индивидуализм лишь вносит вклад в твою расовую неудачу он не ряжет он не дыряшливый и идиотский не коммунист но я же не коммунист да я отклонил эту идею конечно ты коммунист ревошалец не способность не способность коммунизма изменить мировой порядок причина уча причина участи твоей расы повсюду вокруг тебя плоды его поражение индивидуализм рок-н-ролл венерические заболевания самое главное не насытные транснациональные корпорации до сих пор правят бал скажи откуда у тебя это любовь к жалкому коммунизму он наклоняется ближе из дегенеративной молодежной культуры из рок-н-ролльных песен на самом деле там не из диска диска изобрели представители ответвления семенинского народа занимаясь сексом под воздействием кокаина это позор для моей расы но что сделала то сделано я не удивлен что тебе так нравится эта музыка такое случалось со многими побочными продуктами возникшими в процессе неизбежной культурной победы семенинской расы такие семенинцы раз из южных островов группа так мы полноправные хозяева острова лиска архипелага потомки архипелагов древнего перекар нас а которые появились здесь 4000 лет назад за тысячелетие до вас за нами будущее это все что тебе нужно значит и родился и вырос на островах прежде чем приехать в ревашоль я потомок островитян узкие лица лумбиара со мной в моих генетических грезах я вижу как юные семенинские семенинки уходят в серую массу на или фантом в надежде на непорочное зачатие от серости так ты с островов или нет нет наклоняет он головой я слышал о них по радио выходит на самом деле не семениц ты просто рим ты просто из ревашоля я из курона он меняет тактику и значит и значит просто из ревашоль и что значит просто из ревашоль этот город занимает центральное место в минске стратегии распространяя через его торговые пути наша культура захватит весь мир 17 опасно понятно что опасно так я думаю что я знаю что-то про ту раз свою загадку и что же любопытно что вы собираетесь заменить заместить жителей акцидента пользуясь и же собственной расовой теории все это раз рассоведение всего лишь при то 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 это просто позерство чтобы это то то что захочешь от больше ухты сколько тут вариантов фигасия это это что захочешь все эти словесные упражнения на свободные ассоциации дегенерат расовой герой вся эта помойка готова уступить место пакскому супер государству я могу служить чиновником вашей администрации может вам пригодится полицейских не знаю чего остальное но мне совершенно ясно что я должен перестать употреблять древний ильдмарский я для разума аль гуль вот вот это 30 опыта фига себе очко навыков здравствуйте любопытно френологической линии на его лице двигаться словно головоломка ревашольский генерат демонстрирует признаки расовой рефлексии как тебе удалось этого добиться я представил себе раздутую рожу пусты пустынного пигме который смеется надо мной ухмыляясь с кривыми зубами я перед я прислал себе женщину которая глубине души смеется надо мной не всегда было на сто процентов ясно ответ на раз загадку заключается в том что нужно бросить пить так давай вот это что же это похоже на правду раб гуля теперь я оказался на распутье с одной стороны это жалко это жалко самотерапия не имеет почти ничего общего с великой тайны живых организмов расовой загадкой и конечно ты не сможешь освободиться от ярма гуля слишком поздно переход к воздержанию на этой статье для тебя уже может обернуться смерти но все же он замолкает погруженный в сомнении если ревашольский генерат способен критическое мышление и он может отказаться оказаться расовым противником для чего мне помогать противнику он смотрит на красную кнопку пытаясь найти ответ своих идеях жан милый соверши героический поступок во первых я смогу бросить пить это невозможно партию в шахмат которую ты ведешь против хитрости гуля тебе не выиграть и недели месяцы они выматывают тебя без остатка акцидентная гологруппа не способны долгосрочной ясности мышления стоит ли мне с ним спорить ты ошибаешься ты не сможешь ты не способен выдержать бесплодную пустыню реальности это жуть как сложно жан девушка поднимает руку для разглядывать моя мама вот тоже не смогла ладно открывай двери что аж хорошо ты можешь пройти один раз он бьет кулаком по аварийной кнопке наша беседа закончена очень хорошо нетерпеливо указывает на дверь ким идем но прстт этот переговорчики прошли так разблокируем подтвердить усвоить пустоши и реальность у них больше становится я думаю насчет расовой теории концептуализм посмотрим я думаю что и чем-нибудь заменю потом но это уже будет потом да так уровень получили неплохо все ребята да получается а какую что он открыл то вот это что ли хорошо ребятушки давайте на этом заканчивать тогда продолжим следующей серии надеюсь мы сможем пройти в порт спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok